Я считаю, действия абсолютно неправильные. Значит, если бы нас запросили эти документы, мы бы отдали их в любое время. Нас никто не запрашивал, ничего не делал. И для этого не нужно приехать ночью, 22 часа, и устраивать из этого шоу. Я не знаю, может кому-то это интересно. Знаете, власть нас контролирует со всех сторон. У нас есть представители президента, представители премьера. Все есть. Давайте еще поставим представителя губернатора. Давайте, может, еще кого-то поставим. Прокурора поставим. Поэтому я считаю, это неуважение к коллективу завода. Коллектив завода, который работает в тех, кто знает, в условиях, в условиях, в условиях, в условиях. Поэтому вас собрали очень много. То есть вы все подготовленные, приехали, вам отрапортовали. Эти документы мы могли отдать в любое время. И за всю историю завода ни разу не было, чтобы вот так приходили. Ни с того, ни с сего разбили двери. Понимаете? Для чего? Давайте выкинем отсюда. Тихо, тихо. Помолчите. Есть постановление суда. И мы должны его выполнить. И мы сейчас его выполним. Все это отдадим. И пусть люди изучают. Потому что то, что написал прокурор, какие там требования. Пусть это все докажут. Пусть это все докажут. Потому что цифры абсолютно абсурдные. Абсолютно абсурдные. Поэтому все пусть изучают. Любые документы мы отдадим. Спокойно. Хотя еще раз говорю. Мы отдали бы без такого количества спецназа. Который абсолютно ни к чему. Еще раз говорю. За всю историю существования завода такого не было. Поэтому завод всегда вносил в развитие области страны какую-то лепту. Были у нас лучшие времена. Потом времена стали тяжелые. Однако считаю это, еще раз подчеркиваю, неуважение к заводу, к тем труженикам, которые здесь работают. Которые квалифицированно выполняют свою работу. Скажите, пожалуйста, какие документы сейчас проверяются? Проверяются те документы, которые написаны в решении суда. Поэтому все эти документы будут выданы. Пусть товарищи их изучают. А в чем вас подозревают? Ну, руководство завода. Послушайте. Значит, руководство завода подозревают, в чем хотят, в том и подозревают. Поэтому пусть изучают все эти вопросы. Пусть изучают все эти вопросы, изучают документы. Потом по каждому документу будет конкретная дискуссия с цифрами, с фактами. Потому что нельзя обвинять до того, как вы изучили. Поэтому можно написать все, что угодно. И сказать все, что угодно. Но потом нужно это все доказать. Какие конкретно документы сейчас проверяются? Я еще раз говорю, значит, все, что написал в постановлении суда, все документы мы отдадим. Все документы мы отдадим. Поэтому, ну, что можно сказать? Можно сказать все, что угодно. Вы конкретно можете сказать, почему вас обвиняют? Послушайте, значит, меня ни в чем никто не обвиняет. Там написано, нанесен убыток 4 миллиарда гривен из контракта с гонконгской компанией Youscape. Во-первых, этого контракта не было. То есть контракт не реализовывался. Он вообще не реализовывался. Поэтому о каком убытке можно говорить, если контракт не реализован был? Да, контракт такой был подписан, но он был не реализован. Почему? Как? Пусть изучают. Почему? Пусть изучают, кто подписал этот контракт. Пусть изучают. Но этого не было. Там еще другие есть заявления. Поэтому дальше я говорить не буду. Дальше. Схема поставки довальческого газа. Она только началась, эта схема, началась в этом месте. Началась частично. Кроме того, она должна в цифрах, она имеет свои плюсы, минусы, но в тех цифрах, которые есть, она не является для завода убыточной. То есть она имеет свои плюсы и минусы. Она начала реализовываться. Так сложилась жизнь, потому что в работе с газом есть много проблем. Допустим, Национальный банк не разрешает платить деньги иностранному покупателю сразу. Нужно накапливать эти деньги, потом только делать аккредитив и так далее. Это создает проблемы. Другие есть проблемы по жизни, которые есть. Поэтому с цифрами надо разбираться. И когда заявляются, что вы нанесли то, то это, это надо доказать. Поэтому я хочу вам сказать, нам нужно в стране упрощать все схемы по бизнесу. Потому что много разговоров, а дел мало. Новый рынок газа по-прежнему не заработал, хоть закон вступил в силу. И многие другие действия, которые реально мешают работать. Но дело не в этом. Дело в том, что завод законопослушное предприятие. И всегда по всем направлениям, что нас спрашивают, мы всегда даем. И со всеми правоохранительными органами до этого так работали. Так работали. И для этого не надо так в пятницу поздно ночью врываться и творить чудеса. Но, наверное, это нужно. Это, наверное, нужно вам, чтобы у вас были сенсации, чтобы вы о чем-то говорили, чтобы все вас слушали. А что за этим? Ведь нужно материальное производство. А эти люди, которые работают на заводе, они делают это. И поверьте, они работают в пожаровзрывобезопасном предприятии. И если они станут нервными, то все тут может случиться. Понимаете? Поэтому я не знаю, зачем вас так собрали. Массово сюда пришли. Поэтому будет разбирательство. По каждому факту будут какие-то действия. Но я хочу вам сказать, что завод полностью от своего зарождения всегда контролируется властью. И власть дает разные указания. Такие, этакие. Чтобы вы понимали, 99,57% завода принадлежит фонду государственной имущества. То есть власти. И поэтому все указания, которые дает фонд, которые дают другие органы власти, мы исполняем. Но когда власть дает сначала указания, а потом другие представители власти говорят, что это неправильно, пусть они разбираются наверху. Понимаете? Пусть они разбираются наверху. Поэтому, честно вам скажу, я работаю 45 лет в химии. На заводе я работаю почти 40 лет. 29 лет я работаю директором. Но такого я еще не видел. Я когда это услышал, я ехал в машине из Киева. Я только приехал. Ехал в машине из Киева. Я позвонил председателю фонда гособучства. И ему сказал, я в такой ситуации работать не намерен. Я буду с вами обсуждать вопрос своей отставки. А вы сами тут разбирайтесь с властью. Какая власть? Какие указания? Кому чего дает? Но мы, наши работники, вложили душу в этот завод. Я вам скажу. В прошлом месяце приезжал Жером Ваше. Жером Ваше – это представитель Международного валютного фонда на Украине. Вот он посмотрел и говорит, у вас прекрасный завод. Я не думал, что такие заводы есть на Украине. Этот человек вообще со стороны. Он приехал, сам посмотрел завод. Сделал такой вывод. И давайте посмотрим людей незаангажированных, которых нет. Вот сейчас приведу вам такой пример. Это Бейкер Маккензи и Эрнстен Янг. Эрнстен Янг – это четверку лучших аудиторских компаний. Эти люди работают. Работают месяцами у нас. Изучают нашу жизнь экономическую. Тогда слушайте, дождитесь этих людей. Пусть они скажут, куда мы идем и что мы делаем. Это сторонние люди, которых официально привлекли сюда. Послушайте. Послушайте. Ну никто же их не хочет слушать. Хочет слушать так, чтобы все звучало, шел дым, как можно больше людей было. Ну если это интересно, пожалуйста. Вот такие дела. Больше мне нечего сказать. Спасибо. Спасибо.